Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов-112» в студии Львира Фазлеева. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на проспекте Победы. А кто может быть виноват? По воду, в крови нет. Пострадали три человека. Ущерб от бездействия. Здесь заднее лобовое стекло, спойлер, бампер. Упавшее дерево раздавило четыре автомобиля. И страшная находка. Его не видно уже где-то недели две. Тело мужчины пролежало на жаре в квартире две недели. Это и не только. Прямо сейчас. Три человека пострадали накануне в результате столкновения трех автомобилей. Сила удара была очень большой. В больницу были госпитализированы водители «Сеата Леон», «Лады девятой модели» и «Лады Ларгу», столкнувшихся по принципу домино. По предварительной версии, в произошедшем виноват водитель последний. Но очевидцы предположили, что въехать во впереди идущий автомобиль его могли и вынудить. Подробности узнавала Нафиса Минязова. Ну, вроде нормально все. Ну, там, созванивались сейчас с ним. Вроде нормально. Молодые люди, друзья водителя «Лады девятой модели», рассказали, что вот только что звонили своему другу в больницу, чтобы узнать, как он себя чувствует. Он, говорят, до сих пор понять не может, как именно все произошло. И только начал приходить в себя. В его автомобиль сзади врезался «Сеат Леон», который в свою очередь протаранила «Лады Ларгус». Очевидцы сообщили, что в произошедшем, вероятнее всего, виноват водитель последний. А в ком может быть виноват? В воду, в хоровении. Последний? Он на скорости, получается, в них въехал сзади. По рассказам очевидцев, водитель «Лады Ларгус» на полной скорости въехал впереди едущую испанскую иномарку, затем та врезалась в девятку. Что стало причиной произошедшего, можно было только предполагать. Кто-то говорил, что водитель «Ларгуса» отвлекся на телефон, а кто-то и вовсе предположил, что его подрезали. И он таким образом пытался уйти от удара. Удар был такой силой, что в автомобиле даже сработали подушки безопасности. Всем троим водителям понадобилась медицинская помощь. Они госпитализированы в больнице. На месте происшествия сейчас работают автоинспекторы. На всеми меня зовут Константин Бушуев. Вызов 112. Под Кремлем сгорела «Газель». Машина, которую использовали для торговли фастфудом, находилась на парковке. Сообщение о пожаре поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 22 часа 18 минут. Прибывшие на место пожарные справились с огнем спустя 6 минут. В результате инцидента никто не пострадал. Оставил баню без присмотра и вскоре остался без всего. Крупный пожар произошел на улице Борисковская. Там в считанные минуты загорелась баня, а после и одноэтажный дом. Пламя начало распространяться и на соседские строения. Чем все закончилось, расскажет Альбина Минибаева. По рассказам очевидцев, огонь разгорелся с такой силой, что к приезду пожарных полыхали и дом, и баня. Несмотря на то, что пострадали соседние сараи, прибывшие на место спасателя не допустили перекидывания огня на ближайшие дома. Как заявили соседи, огонь разгорелся в бане. Хозяин ее затопил и оставил без присмотра. Ушел в магазин. Когда вернулся, оттопить было уже больше нечего. Магазин идет, уже пожар. Стал бедрами поливать ее, а что бедрами? Пожара в сто лет не было. Приехали на 101-й, когда уже полдома свалилось. Просто подошли, смотрим, чем помочь, как помочь. Пойду хоть щейную варю, чтобы накормить хозяина. В момент возгорания в доме уже никого не было, а потому никто не пострадал. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение спустя час с момента вызова. Позже на место приехала и супруга хозяина. Она рассказала, что причиной могла стать неисправная печка. Сейчас эту версию предстоит проверить пожарным дознавателям. Альбина Минебаева, Айрат Назипов, Адель Малахметов. Вызов 112. Четыре автомобиля «Лада Гранта», «Ниссан», «Тойота Королла» и «Деонексия» пострадали в результате падения дерева в одном из дворов на улице Короленко. Жители дома даже не удивились. Они давно ждали чего-то подобного. Еще год назад писали письма коммунальщикам с просьбами, чтобы его спилили. Но реакции не последовало. И порыва ветра хватило, чтобы ствол подломился, подмяв под себя машины. Рамиль Шайдулин узнал, что теперь собираются предпринимать их владельцы. Жители дома рассказали, что уже давно ожидали падения дерева. Говорят, примерно год назад обращались в управляющую компанию, чтобы его спилили. Однако никаких действий так и не последовало. Ствол тем временем продолжал подгнивать и не выдержал очередного порыва ветра. Во дворе дома Короленко 67А это дерево упало на четыре автомобиля. «Деонексию», «Тойоту Короллу», «Ниссан» и «Ладу Гранта». «Домой пошел, помылся, выхожу, дерево лежит, сигнализация сработала, вот и все». Ильдар Мукарямов, владелец «Лады Гранта», говорит, удивляться-то особо и не стал. Рассказал, что такие случаи в этом дворе уже были. «Ну, лет 10 назад тут окушку здесь прижало». Найти парковочное место во дворе очень непросто. Вот, говорит, и приходится оставлять машину на свой страх и риск. Там, где есть возможность встать. То есть под деревом, вот, говорит, и результат. «Ну, здесь заднее лобовое стекло, спойлер, бампер, ну, многочисленные, не знаю, вон, это, дверь, через его привозят». Сильнее всех досталась «Тойоте Королла». У автомобиля практически полностью смята крыша. «Лады Гранты» и «Ниссан» получили чуть меньшие повреждения. Владелец «Деонексии» же вовсе не собирается требовать возмещения ущерба. Говорит, слишком сложно это, да и машина не сильно пострадала. А вот владельцам остальных автомобилей сейчас предстоит не совсем радостное разбирательство. «Я не буду возмещать ущерба». «Ну, они знают, как будут или нет, они будут пройтись, скажут, что это не наша горзинка, может быть». Сейчас владельцам автомобилей предстоит выяснить, какая организация отвечает за зеленые насаждения в этом месте. И уже с нее требовать возмещения ущерба, вероятнее всего, через суд. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Сбил 30-летнего велосипедиста, поворачивая на парковку водитель Ситроена. Все произошло на улице Батурина. Скорость у автомобиля была минимальный заезд на стоянку, расположен перпендикулярно основной дороге, и разогнаться там невозможно. Но велосипедист получил сильные травмы и был госпитализирован. По словам очевидцев, во многом из-за того, что сам ехал очень быстро. Нафиса Минязова была на месте происшествия. Ехал на скорости, получается. Скорость его машина маленькая была, небольшая. Евгений на своем велосипеде ехал следом за пострадавшим. Все произошло на его глазах. Рассказал, что ехал молодой человек довольно быстро, был в наушниках. Возможно, это и отвлекло его от контроля окружающей дорожной обстановки. Водитель был наушниках, не увидел. Водитель... Водитель, да, был в наушниках. Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля Ситроен поворачивал с улицы Батурина направо, на стоянку. Скорость у него была совсем небольшой. Мужчина говорит, что велосипедисты просто не заметил считать, что молодой человек на дорогу выехал слишком резко. В результате никто столкновений избежать не смог. Велосипедист получил различные травмы, но до кареты скорой помощи он смог добраться сам. Велосипедисты госпитализировали в больницу. Разбираться в том, кто прав, а кто виноват, сейчас предстоит автоинспекторам. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. В набережных Челнах полицейские совместно с сотрудниками Менделеевской исправительной колонии задержали предполагаемого наркодилера. 22-летнего жителя Автограда заподозрили в подготовке и переброске наркотиков на территорию исправительной колонии Менделеевска. При личном досмотре в кармане шорт задержанного оперативники обнаружили сверток с веществом темного цвета. То, что это 97 граммов гашиша, доказала последующая экспертиза. Он был нелюдим, с соседями общался мало и ничего о себе не рассказывал. Поэтому, когда перестал появляться во дворе, это заметили далеко не сразу. Беспокоились только несколько человек, которые его знали. Они вызывали полицию, но последние повода для беспокойства не видели. Через две недели после того, как мужчину видели последний раз, повод для беспокойства почувствовали жильцы всего подъезда. Неприятный запах, исходящий из квартиры, где жил мужчина, проникал всюду. Айрат Назипов с подробностями. Спасатели вызвал участковый. Единственный способ попасть в квартиру, жителей которой никто не видел уже почти две недели, через окно. Соседи по лестничной площадке смущал странный запах, исходящий из-за запертой двери. И они позвонили в полицию. После вчера уже мы учили, после вчера. Его не видно уже где-то недели-две, не видели даже. Жители подъезда начали открывать форточки и проветривать квартиры. Некоторые вообще вышли на улицу и подышать свежим воздухом и посмотреть, как полицейские выламывают окно. Самое страшное, чего ожидали соседи, подтвердилось. В квартире было обнаружено бездыханное тело 78-летнего мужчины. По базе данных родственников найти не удалось. Соседи тоже о них ничего не знают, так как Николай, именно так звали мужчину, был нелюдим. И никому о себе ничего не рассказывал. Очень необщительный, только имя. Ни с кем не общался, вот так и все. Живет тут давно, лет 30, не больше. Не взаупотреблял? Этого не было? Не было. Версия убийства полицейскими не рассматривается. Дверь была закрыта изнутри на шпингалет. Скорее всего, мужчины были проблем со здоровьем. Причину смерти выяснит судмедэксперты, а полицейские займутся поиском родственников погибшего. Айрат Назипов, Александр Комаров, Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова